Добрейшего тебе времени суток! В инстаграме я тебя спросил, что будем снимать дальше. Было два варианта на выбор. VEX чеки и второй вариант ASUS Radeon RX 574 на 4 гигабайта на LPD. Ты выбрал, соответственно, ASUS, я снимаю. Что хочу сказать по данной видюхе? Это одна из первых видюх, когда я начинал майнить. И это, в принципе, одна из самых моих нелюбимых видюх. В момент работы данной видеокарты, если я ей даю частоту больше, чем 1850, она у меня отваливается в момент майнинга. И происходит что? Происходит RIG, который рядом с ней работает. То есть там гигабайты, сапфиры, другие карты, которые есть, они тоже из-за нее перезагружаются. Поэтому мне приходится ее держать на 1750. Единственное, что, может быть, я в тот момент, когда я ее прошивал год назад, я ее как-то не так зашил. То есть сейчас перед тем, как начать тест, я ее попробую зашить пару-тройку раз и посмотрю, что будет по стабильности. Но на данный момент у меня эта видеокарта год отработала с 26 хэшами. Зашел в офис, чтобы коробку показать. Такая маркировка и стена, доставь на паузу. GPU-Z, ASUS, Radeon RX 570, память Эльпида на 4 гигабайта, ROG Strix Gaming. Версия драйвера 659.1, DAX Fix Beta, под семерку. Компьютер с подключенными к нему двумя видеокартами в простое потребляет 7,7 Вт. Кстати, я поменял на видеокарте райзер, может быть, райзер моросил. Сейчас с новым райзером попробую запуститься, может, получше будут результаты. Если нет, то уже буду прошивать. Нет, райзер тут ни при чем. Лишь 250 по памяти дал, смотри, сразу завис, ничего не могу сделать, ни мышкой. Здесь дело не в райзера, здесь дело в памяти Эльпида. Прошел другими таймингами, попробовал 1950, опять сброс не получилось, зато держит теперь 1900. Держит практически уже 40 минут. Да, 40 минут держит и стал давать 28,2. 28,2 качает. Два хэша с другой стороны на дороге не валяются. Уже несколько часов экспериментирую, очень устал от этой карточки. Смотри, даже просто ставлю 169 ядро и 1900 память, и у меня сообщение предходит от клеймера о переразгоне. Причем, смотри, что самое интересное. Напруга по памяти, напруга по ядру стоит 1000. Если ставлю меньше, даже 975, карта зависает. Сейчас что попробую сделать, попробую зашить другими таймингами и посмотрим, что получится. В общем, вот так вот я ее зашил. 1900 память, 169 ядро. Единственное, что перезашил другие тайминги. Почему? Потому что с другими таймингами она стала меньше потреблять. Сейчас покажу. Смотри, расход при майнинге упал на 27 ватт практически за счет того, что зашил другие тайминги. Это дало возможность мне сделать ей даунвольт. То есть сделать 950 и вроде как она пока не отваливается. Смотри, в общем, вот эти параметры сюда сшиты. Я не исключаю, что возможно у меня именно попалась такая карта. Бывает там 1 на 10, 1 на 50. Нельзя из-за этого все карты одной линейки под одну тележку гнать. Но в моем случае, смотри как. У меня и 560 отдельно всегда в тестовом слоте и 570. Видишь, 2 стрикса. То есть мне как бы, может такая партия попалась из той и той карты. Но в общем, мне на эти карты почему-то не повезло. Может быть ты, как говорится, я эту прошивку под ролик кину, попробуешь ее себе поставишь. Прибавишь здесь немножко в автобернере 1950 и увидишь тут в районе 29,5. А если 2000, соответственно, здесь она у тебя возьмет, чип, основной чип в карте, да, то здесь будет, соответственно, 30. Но мне не повезло, видишь как, да. У меня если я даже 1915 ставлю по автобернеру, у меня сразу же она отрубается. И чтобы не пользоваться автобернером совсем, прибавил ей Павлимп. Ну, по автобернеру, да, грубо говоря, плюс 10%. Было 120, поставил 132. На 15 августа 2018 года карта по Яндекс.Маркету минимально стоит 18 770 рублей. Основной какой там внутри чип. Если Эльпида, то это засада. Если там Ханикс или Самсунг, я слышал от ребят, что качает нормально. И самое главное, что хочу сказать, за 18 800 я бы, наверное, не брал по нескольким причинам. Первое то, что должна сейчас выйти новая линейка от NVIDIA, новая линейка от AMD буквально через месяц. Ну и если очень хочется что-то купить себе, да, вот в данном сегменте, лучше взять тогда уже GIGI. Вот смотри, GIGI есть по 17 574. Как по мне, почему они лучше? Ну, на канале есть, видел, да, 32 хэша качают. А так вообще, ну, стоят дешевле, качают больше, заморочек меньше. Ну и как по мне, GIGI они более стабильные. Хотел Манерку показать, перезапустил батники и завис. Я, наверное, тебе там в памяти в прошивке 1850 вобью. А если у тебя держать будет нормально, ты тогда уже сам себе добавишь, сколько там надо будет. Криптонайт V7 Манера, память 1850, 1169 ядро, качает 700, 700, 700. Хотел розетку показать, а он опять завис, представляешь? Вот такая карта у меня попалась. Вот такой вот экземплярчик. Перезагрузил, перезапустил, те же самые настройки. 160, значит, где-то в районе 80 потребляет. Под Zcash прибавил Paulym 15, вытянул ядро на 1340. И смотри, что получилось. 315 хэшей, 310 хэшей, 1060 могут позавидовать. Идем посмотрим розетку. По розетке 215, 220, приблизительно 135, 140 получается. Я тебе так скажу, у человека у любой профессии есть любимые и нелюбимые вещи в его работе. Например, у врача это могут быть какое-то медицинское оборудование. Там шприцы, мензурки, я не знаю, что хрен его знает. Я не врач. У там судьи, я не знаю, или у юриста, да, там могут быть любимые какие-то. Что у юриста может быть? Ну какие-то любимые там вопросы, я не знаю. Может ему нравится заниматься разводами, например, но не нравится заниматься там земельными какими-то вопросами, например. Так и вот у меня, как у майнера, да, ты знаешь, у меня есть практически вся 570 линейка, там, для исключения некоторых карт. Практически вся 580, вся 560. Вот у меня есть любимые карты и нелюбимые. Вот эта карта, хотя по одной карте категорически нельзя судить, вот эта карта, она самая нелюбимая. Я тебе показал, почему, ну вот у меня вот так. Я понимаю, что вот ты сейчас смотришь, у тебя может быть такая же карта, и она прекрасно там дает 30 копейками, ты с ней проблем не знаешь. Может быть у меня там она из бракованной партии, может быть она одна такая на 100 штук, но вот она мне попалась, понимаешь. А у меня на сегодня все, подписывайтесь на канал в инстаграм, подписывайтесь на канал на ютуб, всего доброго, пока-пока. Все, ролик демонтировал, сейчас пойду гляну на 1850 майнит или нет. 6.59, время 6.7 часов стало, и вот карта майнит уже 1.40, почти 2 часа монтировал, нифига. Субтитры сделал DimaTorzok